привет ребята меня зовут лена и сегодня мы с вами знакомимся с новой структурой стандартный вид числа ну я даже скажу наверное немножко поздновато мы с вами с ней знакомимся дело в том что вы ее явно уже видели в учебниках географии в учебниках биологии эту запись вы даже встречали на физике могу спорить что вы уже даже применяли это значение точнее этот вид на физике очень часто потому что чаще всего величины какие-нибудь которые у нас есть в других науках записываются в стандартном виде это общепринятый вид для чисел что это за такой вид давайте открывать уже нашу завесу тайны и так стандартным видом числа а называется такой вид числа когда у нас есть некая анолик да уже не просто а а уже есть анолик обратите внимание что анолик бегает от единицы включительно до десятки другими словами а нулевое это любая циферка внимание не нулевая то есть 1 2 3 и до девяточки и так стандартный вид числа это когда мы можем число представить виде какой-то циферки которая умножается на 10 в некой степени причем степень десятки называется порядком нашего числа а о чем я говорю когда у нас есть некое число она записывается например там 140 целых и 8 десятых выглядит очень страшно очень некрасиво и чтобы было все одинаково придумали следующий вот такой вот стандартный вид давайте посмотрим например 274 целых 35 сотых как записать в стандартном виде что мы делаем во первых мы понимаем какая будет циферка значимой вот это анолик в нашем стандартном виде и называется значимой циферкой в нашем случае есть число 274 значимой циферкой будет циферка 2 все остальное будет у нас в хвостике то есть мы хотим чтобы у нас было две целых и семь тысяч четыреста тридцать пять десятитысячных как мы это сделали то есть мы же не просто взяли и запятую перенесли мы ее перенесли по каким-то законам раз мы переносили влево это означает что мы с вами взяли и разделили на 2 другими словами чтобы две целых семь тысяч четыреста тридцать пять десятитысячных превратить в наше изначальное число нам нужно это число вот эту двоечку умножить на 10 во второй степени если мы домножим на 10 во второй степени то наша запятая как раз перенесется в место между четверкой и тройкой и тогда десятка во второй степени у нас исчезнет и мы посмотрим увидим наше вот этого число изначально так вот вторая запись это и есть стандартный вид числа да вы мне можете спокойно сказать а почему у нас здесь какое-то огроменное число огроменная структура в определении же сказано что здесь в этой структуре должна быть циферка в реальности не совсем так здесь должно быть число которое бегает от единицы до десятки это может быть единица но также это может быть единица с хвостиком это может быть двойка но также может быть двойка с хвостиком тройка тройка с хвостиком и так далее девятка девятка с хвостиком у нас с вами вот такой пример 2 с хвостиком здесь что я могу сразу про это число сказать? Во-первых, двойка – значимая цифра раз. 10 у нас во второй степени. Вот эта двойка, именно конкретно вот эта двойка, которая степень десятки, она будет являться порядком нашего числа. Вот это будет стандартный вид числа. Это говорится нам о том, что у нас число второго порядка. Другими словами, что да, у нас мы еще можем домножить на 100. Второй пример. Когда у нас есть очень-очень маленькое число, да, много-много-много нулей, нам это не нравится, некрасиво, и мы хотим, чтобы запятая стояла не между вот этими ноликами, а мы хотим, чтобы у нас была все-таки цифра первой. Мы берем и запятую переносим к пятерке. Да, вот после пятерки ставим запятую. Что мы сделали? Мы взяли и домножили на тысячу. Другими словами, число 5,434 мы должны были разделить на тысячу, чтобы получить вот это маленькое изначальное число с нулями. И тогда вот посмотрите, значимой цифркой будет являться циферка 5, дальше вот у нас идет хвостик, и минус 3 это порядок нашего стандартного числа, точнее числа, которое записано в стандартном виде. Так вот, еще раз, у нас 5 с хвостиком это а0, 10 в минус 3, где минус 3, это вот из определения, буковка м, то есть степень нашего числа. Еще раз, стандартный вид числа, это когда мы представляем наше число в виде циферки или числа, которое бегает от единицы до десятки, умноженное на 10 в некой степени, где степень подбирается таким образом, что если при перемножении на вот эту десятку произойдет вот это произведение, то произведение будет совпадать с изначальным нашим вариантом, то есть вот эту минус 3 степень мы подбирали, но подбирали не просто так, так, какая же здесь степень, минус 5 не подходит, минус 10 не подходит, минус 3, о, подошло, нет, еще раз, видите, был нолик, была запятая между ноликами, хотим запятую после пятерки, сколько мы знаков отделили? 3, но мы вот здесь вот отделили, как бы мы делили на 3, значит здесь, точнее здесь мы умножали на 3, значит здесь мы должны делить на 3, поэтому здесь разделение, значит минус, минусовая степень, минус 3 степень. Вот это внимание, еще раз, в этом числе посмотрели, что на 3 знака съехала наша запятая в правую сторону, раз вправо, значит в этом случае у нас было умножение, значит, чтобы записать в стандартном виде, у нас здесь будет деление. Как записать деление через степень? Через отрицательную степень, которую мы как раз с вами проходили на прошлом занятии. И давайте посмотрим, как приводить к стандартному виду числа. То, что я уже проговорила, но на всякий случай. Еще раз, мы переносим запятую таким образом, чтобы у нас была одна значимая циферка, а все остальное у нас было в хвостике. И второе, для нашей десятки подбираем такую степень m, чтобы при произведении мы получали первоначальное число, да, которое у нас было дано изначально. Все, таким образом вы приводите число к стандартному виду. Надеюсь, у вас не будет с этим проблем, спасибо за внимание!